Семь утра. Озеро как зеркало гладкое. Не знаю, зачем я так рано встала. Тут, оказывается, у нас маленький пожарчик ночью был. Да. Его даже как бахнет, нельзя использовать. Протекает, да? Да. Там вообще пластмасса не было. Забыли выключить и такая история произошла. Ой, вот пожар. Прям реально пожар был? Смотри-ка. Огнетушителем пользовалась? Нет. Нет. Я как вскочила, было 2.30, схватила стул, потому что не достать, естественно. Подтащила стул, вытащила из розетки. Тот же врубила в воду, чтобы все это потушил. Выпуск кота. Очень удобно, прямо из окна можно. Можно его даже подтолкнуть. Я думаю, он сам. Я думаю, он сам. Он сам приходит, сам уходит. Там, кстати, прекрасное озеро. Пойдем к кофе пить туда. Только там холодно еще. Минус водогрей, мне кажется, ничего страшного. Все, хоть окончилось, хорошо. И все равно, чтобы выйти на улицу, сейчас еще куртки нужны с утра. Ну, и жарким летом, в принципе, куртки нужны с утра. В шортиках, футболочке не выйдешь. Мне кажется, летом жарким и потеплее. Это вот стратегическое место, где стоит качель. По утрам здесь всегда солнце. Можно позагорать и погреться. Да, здесь хорошо. А вот одно неизменно – это утренний кофе с солнечными лучиками. Это подарок Зои на день рождения зайца. Очень тяжелый мех под зайчика. Кто это там притаился в кустах? Что ты там делаешь? В 8 утра тебе нечем заняться, да? Уже в полях. Пора открывать парник. О, наши прекрасные владения. Что здесь? Пока ничего. Пока все не проклюнулось. Ну, помидорки вроде прижились. Здесь тепленько, кстати. Надо поливать. Мне тут скидывали ролик, где женщина сажает буквально два растения. Ну, это касаемо огурцов. И они у нее просто заполоняют чуть ли не весь парник. Всего лишь два. Мы посадили чуть побольше. Но у нас же не рассада. Поэтому пока проклюнется. А там дальше будем рассаживать или разряжать. Ну, смотрите, скоро цвести будет уже. Цветочки. Уже, в принципе, потеплело. Поэтому можно все накрывашки убирать. Вот, смотри. Это похоже уже на то, что мы сажали. Более-менее. Насоленники растут быстрее. Ну, понятное дело. Вот тут, смотри, редиска. Начинает проклевываться. Вот там редиска. Вот оно такое все маленькое-маленькое еще пока. Зато мяты у меня в этом году будет много. Мохито-пати. Мы готовимся. Как бы рано не проснулась, на качелики с утра все равно. Сидишь час-полтора и просыпаешься. Кайфово, когда солнышко светит. Меренка вышла в пижаме, в тапочках. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, садись на качельку. Будем с тобой качаться. Мама, ты знаешь что? Что? Что эти тапочки можно еще в воде запускать. Да, в воде. В них можно ходить. Пластик весь-весь обгорел. Как-то нам везет на такое, да? Хорошо то, что хорошо закуплено. Что же нам пытаются сказать, мне интересно. Второй раз. Водонагреватель это зло. Мыть с теплой водой посуду это не спортивно. Ну-ну. Дымовенок проснулся. Зоя, доброе утро. Доброе утро. Смотри на маму. Очень смешная. Мама, дай попьем. Попьем какао? Попьешь Кося, говори. Попьешь Кося, а ты тоже попьешь Кося. А я попью какао. Ну, пойдем. Вот следы новые. Да. Нет. Да. Да. Растрепыш такой. Умыться еще надо. Мама, ну что, растрепыш? Да, сейчас притяжу. Сзади тут книжки, как остатки Блоу и Личия. А с собой для детей я в основном, книги-то и не брала практически никакие, буквально несколько. В основном все это рабочие тетради. Хотя тут на самом деле много и детской литературы. Причем это те книги, которые, например, читали мне. Так что детям по вечерам читаем все-таки. Детишки умыты, причесаны. Прежде чем идти смотреть, как муж подключает у нас стиральную машину, я тут на друху сижу на сайте labyrinth.ru. У них появился шикарный раздел. Дома с детьми называется. Чем заняться дома с детьми. Очень много различных идей. И они просто потрясающие глазки у меня разбегаются. Вот думаю, может быть, что-то для себя я отсюда и возьму. Здесь абсолютно бесплатно, естественно, это все. Просто классные идеи, чем можно заняться. Ну, например, рисунки и раскраски. Вот тут несколько вариантов того, что можно взять, распечатать или самим как-то нарисовать, предложить детям этим всем заняться. Или, например, раздел опыта и эксперименты. Вот 3D-рука для детей постарше, по-моему, здорово. Выглядит таким образом. Замечательная, по-моему, идея. Я бы сама до такого не додумалась, хотя, казалось бы, это все просто. И это тоже можно выполнить со своими детьми. Или, например, в разделе поделок. Здесь законченные проекты, которые можно делать своими руками. Задачки и головоломки, кулинария для детей, например, как сделать тесто. Ну, а самое интересное, что еще больше квестов, головоломок и раскрасок со скидкой 30%. До 30 июня можно указать в корзине секретное слово «Игра» и сделать заказ с этой скидкой. Она является итоговой, не суммируется с другими накопительными и акционными. И в этой акции участвуют книги из жанра «Детский досуг». Ну, а для тех, кто уже постарше, например, школьники, которые сдают экзамены, сейчас скидка на учебники и пособия до 50%. А еще сегодня последний день книжной онлайн-ярмарки. Тоже обязательно на сайте «Лабиринт» заглядывайте. Вас там будут ждать скидки на книги, самые актуальные новости книжного мира, различные книжные новинки, интервью с авторами, различные редкие переиздания, художественная проза, детская литература, комиксы и все-все-все. Так что обязательно заглядывайте в описание к этому ролику, там будет указано и секретное слово, и все ссылочки. Люблю «Лабиринт» за то, что они всегда что-то придумывают новое, интересное и, как никогда, актуальное. Красота! А что это шумит? Мама там набирает? Ничего не шумит. Уточки теряют. Главное, чтобы не звезда аннула сейчас ничего. Мне отойти, а? Может быть, лучше. А то вдруг оно сейчас это... Не страшно. Воздух пошел. С бачка. Пошла вода в хату. Господи, мари. Господи, лейка-то какая. Две струи. Да, две струи льет. Ужас какой. О, уже протекла лейка. Смотри. Уже в потолоку бьет. Погоди, надо рубануть. А, не, это грязь. Грязь? Песок? С озера. Будет забиваться. Нужны фильтры какие-то. Я не понимаю, почему здесь-то ничего нет. Вон, видишь, в лось не отравахнули, полезла. По поводу консервации вот этого всего спрашивали, заберем ли мы бойлер с бани, там, что-то такое? Нет, надо сливать все сифоны, потому что пластик полопается. Сифоны надо сливать, бойлер надо сушать, потому что он лопнет. Вода, она когда мерзнет, на расширение идет и полопается. То есть ты все будешь раскручивать, получается? Я поэтому на обжимках и взял, чтобы все можно было раскрутить. Открутил, там бак расширительный спустил его целиком. С бойлера там вон скинуть воду можно. Все же на обжимках идет. Распаковываем стиральную машину. Снимаем транспортировочные болтики. Сохрани их, они шикарные. Но мы тут так номинально убрали инструменты. Вот примерно так это все будет выглядеть. Мы сейчас ждем, пока бойлер наполнится водой. Еще, естественно, ничего не подключили, но уже общий вид понятен. Как-то так. Ура-ура. Будут пустярушки, я надеюсь, сегодня. Вот там сзади меня. Сколько они уже скачут? Ну, наверное, минут сорок. Минут сорок скачут полуголые в батуте. Ну, пускай. Детский манеж, пускай там энергию выплескивает. Ну, короче, мы пока без душа и без сиралки. У нас все там забилось с травой. Бойлер забился с травой. Я звонил, когда насос заказывал, я у него спрашиваю, надо к нему вычистые ставите. Ну, он сказал, что нет. Дима твой известный молодец. А ведь самый главный минус сейчас в том, что при тепле потрудился-потрудился, нужен душ. Мы пошли в небольшое путешествие с детьми и с ирбисом. Нас попросили открыть розы, чтобы они там не сприли. Попшикались от клещей, естественно, с ног до головы. Вон тут идем, девчонки собирают мне цветы. Как мило, спасибо. Вот тут как красиво цветут белоснежные. Да, тут прям много-много цветов. Ирбис, иди вперед. Красиво шел. Эх ты. Тут такие беленькие цветочки. Одуванчиковые тропинки. Так, вот мы пришли. Все розы закрыты. Их и будем открывать. Тебе, держи. Спасибо. Это же одуванчик. Да, одуванчик. Можете его стучить? Давай. Все вытащила? Да. Ну, и так далее. Ирбис в одуванчиках. Енот-полоскун. Поползун. Не знаю. Что тут? Зара. Да? Ой, ужас какой. У меня же все сейчас запотеет. Что это у нее тут выросло? А, смотри, надо будет тоже к потолку. Да? Можно. Веревочки. Фу, мне все запотело. Ербису тут еды и море. Сорняки. Ой, как жарко. Вроде все открыли. Ну и, собственно говоря, уходим греть суп к нам. Тут даже сарай выглядит красиво. Честное слово. Красивый. Красивый. Я такой месли покажу. Ну и обратная дорога. Вот такое вот красоту. Они что делали? Обед. Обед. Там супа было мало. Малутунья. Полная. Супа было мало. Честного не хватило. Бедный голодный человек. Бедный голодная девочка. Вот столько это лукавище всего есть. Я побежала за луком. Где мой лук? Где мой лук? Где мой лук? Так, его немножечко нарвем. Молоденький. Нарвем нижние листочки, чтобы не повредить растеница. Потому что я искренне надеюсь, что он нас будет радовать еще долго. Лучок. Лучок наш. О, наш лучок. Не надо много. Надо чуть-чуть. Все, побежали обратно. Побежали мы обратно. Вот хоста. Хоста. Наконец-то вылезает. Она хитрая. Она пока было холодно, вообще не полазила. Я боялась, что у нас хост сдохла. Нифига. Вон она. Вон она растет. Наши хвоста. Это ива японская. Красиво цветет. Воспринимается как красивый декоративный куст. Вот он. Ну что, у Саши появилась гениальная идея. Достать из подвала бидон и утопить его. С насосом. Куда? С сеточкой. На улицу потащили. А, кстати, чехол снимается. Только его потом будет ужасно сложно надеть обратно. Не, ну попробовать-то можно, кстати. Ну видишь, его... Свернуть. Только вручную, наверное. Видишь, он такой клееный сложный. А что ты тут поролон просто и все. Так давай снимем. Да-да. Мы потом не запихаем. Запихаем. Он уже отлежанный. Что ему будет? Ну ладно. Не, ну видишь, его если не стирать в стиральной машинке, чехол, он не сядет. Не сядет, да. А вручную может сесть. И вот очень много раз слышала такие истории, что снимали, стирали в машинке, а потом фиг запихнуть. С большим трудом. Слушай, ну ты очень долго описываешь. Как хорошо, что я оператор. Выверну. Оператор может не работать, а просто наблюдать за всем этим. Что, позже растирать будем? Заколебемся надевать его брать. Черт, я хотела избежать этого. Мега кровать. Кровать-то кровать. Прекрасная кровать. Ложись. Ложись. Не, не хочу ложиться. Ох! А, а я ее не прибил случайно. Я же ее прикрутил. Хорошая кровать. Да, ну. Надежная? Да уж. Великолепная. Можно прыгать детку с куку. Не провалится. Не. Не веков. На века. Да. О! Пальцы не надо сомать. Маме-то не еду нифига. Одному хватит или два? Да куда два-то? Они одинаковые, тогда этот все хватит. Какая шикарная кроватка. Сколько она весит, интересно? Сотку, наверное, где-то. Не, не знаю. Нет, ну не сотку. Судя по тому, как она все ломает вокруг. Может и сотку. Веселые приключения. На нашем острове. Тебе нужен контент. О, да. Их есть у нас. Есть у нас. Что там? Пусто? Да, пусто, пусто. Так, это у нас будет импровизированный фильтр из тюли. Хорошая тюль? Хорошая тюль. Не жалко? Не жалко. Так, может, не надо? Какие у нас есть варианты? Там еще тюль есть. А у нас на окне в кухне тюль висела. Может, старый у нас какой? Самодра, чем новая. А нужен-то кружочек небольшой, в принципе. Я вот это болгак и вырежу. Зачем? Чтобы вода заливалась целиком туда. А крышку-то просто открыть не хочешь? Ну, либо, да, открутить тогда, снять целиком. Просто крышку сними. Все, зачем? Такие сложности. Нет, я забыл сетку прижимать. Спинка, спина. Бу-бух. Малый. Маленький. Молодстой. Что-то там бойня какая-то. Да. Птичья. Ворона что-то стырила у птичек. И улетела. Ну, теперь прочищать всю систему снова. Аген. Нормалек. Теперь стиралка? Да, давай. Ура. Стиральная машина. Автомат на острове. Офигеть. Ну как? Нормально сюда. Да. Клево, клево. Ну да. Как он капает? Как его закрыть? Просто закрою, он перестанет капать через какое-то время. Собаки, давай плавать. Круто, да? Круто. Первую стирку мы, думаю, будем сидеть здесь и смотреть, как она стирает. Вода сама не тазиком. Не надо греть ее. Лежим ополаскивания в лодке. Лежим ополаскивания в лодке исключается. А отжим? Ручным образом. Ручным образом в четыре руки. Перетягивание каната. Офигеть. Чудо! Чистые вещи. Через пару дней. Жалко, что чехол на матрас нельзя себе запихнуть. Не поместится. Не поместится, да? Видишь? Нет. Шевелите. Не поместится. Пока не вижу. Намочила. Видишь? Шевелится. Поднимается. Шевеляющийся мух это был. Да. Если кто не заметил. Я не заметила. Ну, может, видно будет на компе. Ну, раз есть стиралка, значит, нам нужна и сушилка. Ну, мы тут, собственно говоря, приходим посмотреть, полюбоваться стиралкой. Ну, по факту, просто ждем, когда она начнет отжимать и смотрим, подействовало ли то, как Саня скрепил доски, уровень и все такое. Так что проверяем. Не оставляем так все на самотек. Дети тут, как обычно, играют в пиратов. Это уже обычная история для них. Саня, я сегодня смотрю заслуженный труженик. Да. Это чтобы завтра отдыхать или что? Я сегодня ничего не делала. Вообще. А, ну да. Только ее, и все. Папа! Папа, мы все. Ну, молодец. Ступенечки сейчас обметем. Будет здесь чистенько и хорошо. Дуба дорого смотреть. Да. Там самолет летит? Да. Понятно. Там самолет летит. Точно. Иди мириться будем. Иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Моя хорошая, хороший. Сейчас. Трогательные миришки. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Что у вас тут? Рок-концерт? А вот это что? Это черпак. Ты видел, как они это делают? Ну, почти идеально. Мы тут еще немножко подкапываем. Дровлями снимаем вот этот слой перегнивших листьев. Вот целая куча здесь насобиралась. Ну, вот здесь, конечно, корешки уже везде приросли, поэтому тут только копать. А вот тут еще реально немножечко подкопнуть до песочка. Ну, все, это уже последнее на издыхание делаем. Фух. Тут чуть-чуть прокопаться и уже песочек. Но здесь очень много крышков. Мама, помоги Зое, пожалуйста. Сейчас я вытащу ее. А так здесь уже просто красотища. Чистые ступенечки. Так сверху. Это бы так подождали, пока стиралка заработает, да? Надо почаще сюда спускаться так просто. Чистенько будет, хорошо. Да уж, вот и результат нашей стирки. Ура, ура, все прошло успешно. Идем развешивать, наконец-то. Пойдемте, девочки, наверх. Первый в этом сезоне процесс развешивания белья я, пожалуй, засниму. Потому что это что-то такое необычное у нас. Как постиралось? Запах свежести. Мама, я не могу поймать бабочку. Что маме сделать? Срочно бежать. Пойли тебе бабочку? Нет. А что? Нам всем вместе. Ищи бабочку. Там же маска маленькая. И не улыбилась. Терпение и труд. И ты поймаешь бабочку. Важно поймать самой. Ты справишься. Давай, постарайся. Кота не надо ловить. Я смотрю, как ты на него хищный смотришь. Да, как кот. Думай, как бабочка. И поймаешь бабочку. Какие тут нежности, а? Да, мой корешкоед. Ирбус. А Зоя мне тут шишки принесла. Амира, кажется, ловит Зою. Зоя бабочка? Зоя, я тебя поймаю бабочкой. Этот влог будет называться «Моем посуду с сеней». Пожар. Правда, круто? Да народ обалдеет. Не дай бог плейлист создать, что мы еще делаем с сеней. Да ужас, смешного масла. Да я знаю, Саша. У меня эта реакция естественная на любые такие события. Улыбочки и смех истерический. Ты тут доделываешь, да? Я сейчас запускать уже буду. У меня вот розетка тут. Стираем синий. Фу, ё-моё, иди отсюда! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok